Детский смех, оживленные коридоры, интересные уроки и беседы учеников с педагогами. В стенах у Чемчирской школы-интерната с самого порога чувствуется тепло, доброта и безграничная любовь к каждому ребенку. Вот такое веселое детское пение доносится из кабинета музыки. Наша съемочная группа заглянула на урок. Ня-ня-ня, 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 ня-ня. Артем в свои 6 лет знает практически все флаги мира и в этом заслуга его учителей. Узбекистан, Франция, Уругвай. В учимчирской школе-интернате сегодня обучаются 446 детей. 136 воспитанников живут в образовательном учреждении с понедельника по пятницу. У многих из них нелегкая судьба, но здесь они окружены заботой. Большое внимание уделяется дисциплине и, конечно, урокам. Любишь сюда приходить? Да. Учиться? Да. Я в 6-м В классе, у нас сейчас история. Все хорошо, мне нравится, я учусь хорошо. Учимчирский лицей-интернат был построен на базе третьей школы, которая долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии. Идея создания такого образовательного учреждения в Учимчире принадлежала Сергею Багабш. Дело в том, что в послевоенное время в условиях здешних сельских школах оставляли желать лучшего. Кто-то уехал за пределы республики, многие стали переезжать в столицу. Поэтому важно было организовать образовательный центр, чтобы воспитывать будущие кадры и остановить отток населения. Руководить интернатом было предложено заслуженному учителю Абхазии Белли Ашуба. В 2012 году здесь был сделан капитальный ремонт. Все, что можно было... Вот весь спальный корпус был пустой. 20 лет он под открытым небом был. Он весь мокрый был, без крыши. Вот. Мы вообще-то вот только в этом здании, вот которое вы видите, четырехэтажное, в этом здании только работали. А тот был непригоден для этого. Единственная бомба, которая упала с абхазской стороны, попала в нашу школу, и там одно крыло было разрушено. Все это восстановили, все это красиво сделали. С большой любовью работал кабинет министра. Вот это Александр Золотинскович взялся за это дело. Он с большой любовью делал это. Сам приезжал, сам смотрел. Оборудование, все, прямо через его взор должен был проходить. Белла Ашуба рассказывает, что пять лет не работала. В 2021 году она вернулась к своим обязанностям. Однако увиденное ее расстроило. Честно говоря, я пожалела, что вернулась. Потому что все это надо было снова возобновлять. Знаете, в такой школе, где все испорчено, все, ну, допустим, много чего не хватало, много чего испорченного, я не могу такое. А что испорчено? Ну, во-первых, начнем сверху, да, с четвертого этажа. В актовом зале ни один стул непригоден был, чтобы он стоял в таком красивом зале. Это вынесла я все. Лучше стоя смотреть и стоя проводить, чем на них сидеть. Это мы и все списали. Это ничего непригодно не было к этому. То, что мы кинопроектор там видели, он уже не рабочий был. А у нас музыкальный центр, такой дорогостоящий центр. Он, значит, одалживался кому-то. Кто-то не имел. А это принадлежит нашим детишкам, которые учатся здесь. Его надо сохранять тут. Его надо на долгие годы сохранять. Это очень дорого стоит. Его каждый день покупать нельзя. Очень бережно надо относиться. Испорчены были не только стулья, но и техника, спортивный инвентарь, освещение и автотранспорт, школы-интерната. За помощью директора обратилась в кабинет министров республики. Я собрала все вот эти вот, все, что нам нужно было приобрести. И, знаете, совестно было. Это ковид был, это такие затраты были. И я, честно говоря, обратилась к Латинсковичу. Но машины же у нас, у нас автобусы, ну, новые с завода, японские машины получили. А они гуляли. Все, кто хотел, пользовался в городе ими. Я решила так, это было. Покрышки не годятся, аккумуляторы не годятся. Машина не ходит, стоит. Нужно же. И вот я за эти машины, думаю, с этого я начну. Написала письмо, попросила приема. Он говорит, вы всегда, пожалуйста, двери всегда открыты. Я захожу, положила ему на стол, он прочел, он говорит, хорошо, хорошо. А я там у меня еще на бумаге много чего, чего хотела в устной форме озвучить. И, ну, на потом. Приду потом, постепенно будем делать. Он говорит, что это там у вас лежит на столе рядом. Я говорю, это потом, я потом потихонечку буду приходить, пока вот это нам сделаете. Давай сюда, говорит. Все, что было написано, все, что я написала, он взял. Все это оформили. И две фуры большие приехали со всеми этими, вот все, в чем мы нуждались. В Ачемчирском интернате организовано четырехразовое питание. Есть буфет. Меню здесь разнообразное. Утром на завтрак у нас каши разные. Каждый день чередуем отдельные каши. Чай, хлеб, масло. Конечно, бутерброд обязательно с колбасой, с сыром. В обед у нас первое, второе супчики, ну, компот. Вот полдень у нас обязательно булочки. Каждый день мы разное печем, сами выпекаем, да. С какао, с кефиром, с молочком. А потом ужин у нас тоже. Макароны с сыром, макароны с мясом. У нас, ну, не знаю. Детишки любят сюда? Очень любят приходить. Они очень все довольные. Все, не знаю, сытные уходят, довольные дети, да. Комнаты воспитанников расположены на втором и третьем этажах. У каждого свой шкаф, полотенце и другие необходимые вещи. Здесь же расположены санузлы. В здании тепло и уютно. В школе свой дизельный генератор, поэтому свет есть всегда. Кстати, многие учащиеся интерната становятся успешными, получают высшее образование и занимают призовые места на различных площадках. Школу поддерживают государственные учреждения и простые люди. Например, один из столичных магазинов передал детям более 80 теплых курток. Люди с доброй душой позвонили, сказали, что они пришлют. Мы, конечно, сказали спасибо большое. Ну, можете не называть, нам сказали. Но спасибо большое им, всем, кто с такой добротой, с такими добрыми сердцами. Они еще не перевелись. Огромное вам спасибо. Все, кто к нам приезжал, к нашим детишкам с таким добрым сердцем. Значит, русская община ученические формы прислали нам, привезли. И наши детишки одеты были в эти ученические формы. Они с такой радостью. Это красивые формочки. Сейчас холодно, а вот чуть-чуть потеплеет, они их тоже опять оденут. Таможенный комитет неоднократно оказывал нашему интернату помощь. Президент нас спонсировал, когда мы в Санкт-Петербург наших певиц посылали. Дальше государство, Министерство образования организовало поездку и оплатило все это спортсменам, наших юных футболистов, которые поехали и заняли почетное четвертое место. В школе функционирует 10 спортивных и творческих кружков – футбол, волейбол, бокс, шахматы, теннис, танцы, фольклор, вышивание. Каждый может найти занятие по душе. Среди выпускников школы-интерната участники вокального и танцевального проектов «Ты супер!» Валерий Адлий, Баэльон, Какба. Все учителя здесь – квалифицированные специалисты. Четверо из них – заслуженные педагоги Республики Абхазия. Гугуца, Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.